Девушки отдыхают Девушки отдыхают Желтый лимон Не прыгал Так это ты мою канарейку в чай выдавил? стоят трое соображают естественно на троих дают одному стакан тут берет стакан шанс вырветь не придурок кто вырвет тут все свои два украинца будучи в командировке в ирыване за пару часов до отправления поезда честно случайно попадают на старинное армянское кладбище музей вроде среди надгроби читают надписи арабалаян 1905 1988 жив 5 лет ну наверно ошибка о грачи карапетян 1919 1995 жив три года что за бардак а ну пішли к сторожу узнаем чем дело приходит сторог родить дядя ты извини мы конечно с математикой новой но не до такой степени понимаешь мы так считали на калькуляторе у нас не получается понимаешь там человек прожил лет 80 написано 5 цель прожил лет 70 написано 3 объяснили это несложно объяснить ну желе непонятно ты же взрослый человек жиль это не имеется уйду жиль там существовала жиль так понятно шо ж тут неясно круче валера кола я сдохну напиши мне на могиле родився мертвым спасибо вчера звонок в дверь открываю два милиционера говорят нужны понятые к вашему соседу а сосед у меня борис маркович вот такой мужик семью нашу просто обожает сына моего андрюха все за 15 тысяч долларов ПТУ устроил на сварчика учиться жену мою американскому языку обучает ночные курсы она от него возвращается взирошенная вся помада на губах я говорю как язык она говорит еле ворочаю ну помогает по-соседски все же бескорыстно я думаю как я ему хоть когда-то помог вот случай ну заходим маркович сидит счастливый такой улыбается кальян покуривает эти говорят обыск до нас дошла информация что вы торгуете самогоном я понимаю надо выручать соседа он что-то хотел сказать ему госпокойно я скажу я говорю как вам не стыдно вот вам бы только человека опорочить но вы сами подумайте зачем ему торговать самогоном если у него в загородном два своих спиртзавода стоят подпольные что он вам мальчик маркович от улыбаться перестал стал воду пить много воды они говорят по мы уже уходить хотели я говорю куда стоять оставайтесь разбирайтесь чтоб знали как по клёпам верить маркович в это время что-то себя так немножко пришел только это услышал опять шлёп и лежит вместе с креслом как бандероль не шевелиться вообще они говорят слабонервный он какой-то как его жена терпит я продолжаю выручать я говорю жену его трогать не надо она сама еле ноги носит к утру только домой возвращаются работы столько горошон небось гулящая но сами вы гулящие как она может быть гулящая если она в центре города свой ночной притон держит марковичка этому времени очухался только это услышал опять лежит вообще никакой но они вскочили на шатырь ему в нос дают нюхать я говорю что вы ему даете дайте ему лучше белого порошка понюхать что его сын в мыльнице прячет так что его сынок балуется наркотиками я продолжаю выручать его сынок прекрасный мальчик не пьет не курит и потом что значит балуется он занимается наркотой вполне серьезно иначе откуда у него столько доллара в матрасе они матрас пароли говорят точно валюты валом наверное фальшивая я говорю сами вы фальшивы как она может быть фальшивой если он сам ее напечатал зачем наговариваю они говорят где станок мы сейчас тут все перевернем игру спокуха нет тут станка и не было никогда в подвале стану когда работать никому спать не мешает зачем наговариваю они пот вытерли говорят ну и семейка адамс у них хоть кто-то нормальный есть я говорю есть теща берта васильевна прекрасный человек они все молятся на нее эти говорят что так любят игра ты бы не любил на ее все имущество переписано и дача и бордели яхта они говорят что и яхта есть я говорю здрасте а на чем же он оружие террористом переводе тут после этих слов они тюрьму на колесах вызвали и увезли маркович но я думаю что скоро отпустят потому что торговлю самогоном они так и не доказали как-то начали новый год ну сели за стол проводить старый год как положено сели пораньше в ноябре еще ну праздник развивался взяла выпили по рюмке водки запили соком потом повторили никаких перспектив стагнация ну что решили наоборот водку фужеры сок по рюмкам качественный рывок шутка ли в течение получаса к нам сразу приехала скорая пожарные менты менты вступили за пожарных которые бронзбойтами не давали нам забрать у врачей спирт но мы забрали и покатило женщины отплясывали так что у соседей снизу из потолка стали вылезать их каблуки куда пропала валерьянка я понял после того как кошка спела нам мургу подыгрывая себе на гитаре тут нам подошла анжела и попросила отнести своей бабушке пирожки которая живет тут неподалеку за лесом и мы пошли не зная что от анжелы бабушке мы несем только пламенный привет пирожки мы забыли на кухне зашли в лес серёга шел сзади почему-то все время плевался и матерился я шел впереди отгибая отпуская еловые ветки мы шли на юг не тоже мы точно шли мы конечно шли в другие стороны но на юг мы шли чаще короче если за нами шел следопыт он бы застрелился чтобы выдержать направление мы шли точно на сосну сосновом лесу это лучший ориентир захотелось кушать я знал что белки летом прячут орехи мы выследили белку 12 часов пошли ее под сосной ждали когда она выдаст ореховый сфрон все 12 часов белка сидела на ветке и нахло вязала носки мы пошли дальше начали трезветь когда у меня из штанов раздался звон а я не обнаружил в мелочи я понял что сильно замёрз в ту ночь было где-то минус 60 желание пожрать не уменьшалась серёге плевком в глаз удалось сбить бурундука если в военкомате видели как я обнял серёгу меня бы ни за что не взяли в армию на следующий день я учуял запах кабана три часа мы упрямо шли на запах который постоянно усиливался потом я решил идти первым обогнал серёгу и запах тут же пропал в этот же день мы обнаружили помет лося смеялись да ладно мол до этого не дойдет через три дня хорошо что мы это место не нашли днем 5 января на нас вышла стая волков обе стороны проявили друг другу живой гастрономический интерес так как нас было двое а волков штук 15 одна из сторон поспешила дать дёру мы с серёгой пробежали километров 20 но догнать волков так и не смогли на следующий день в поисках пищи мы провалились медвежью берлогу медведь спал когда он зашевелился мы как по команде стали петь ему колыбель медвежью медведь поморщился и открыл глаза в берлоге было двое православных но первым перекрестился медведь втроём мы вылетели из берлоги и разбежались во все четыре стороны мы с серёгой на юге медведь во все остальные через пару дней серёга стал вести себя неадекватно начал задавать странные вопросы а ты мог бы обходиться одной рукой а ты мог бы ходить на одной ноге старому новому году оборванные одичавшие мы все же вышли на федеральную трассу и тут же попали в милицию за нападение на хлебовоз как говорил мой дедушка если выпить рюмку будет хороший аппетит если выпить стаканчик будет хорошее настроение если выпить бутылочку будет праздник души а если выпить литр будет все сразу аппетит и настроение и праздник души но ты этого не вспомнишь аппетит и настроение на хлебе а Продолжение следует...